Первые посадки были в 2004 году. Сажали изначально, как называется, меч Колесова. Все было вручную, по двое, делался ямка, лунка, и каждый отдельный саженец сажается. Очень трудоемкий процесс, очень тяжелый, сажали семейно. Началось, наверное, даже больше с истории, грубо говоря, рода, потому что как раз по его линии у нас прапрадед, у него был собственный лес, до сих пор он существует, по его фамилии назван. Если я не ошибаюсь, это очень просто. Скорее всего, где-то как память у него это все сохранилось. И вдовесе к тому он хотел что-то свое. Он всегда говорил, что если хочешь жить для себя и жить хорошо, сделай что-то свое. И у него родилась такая идея, на что ему очень многие говорили, что это у тебя не получится, да это очень много времени, что же делать сейчас. Как он мне всегда говорил, ну, даже через десять лет все равно есть захочется, а тут уже будет что-то вот такое. В итоге это все переросло в такое, даже больше не в бизнес, а в хобби. И по сей день занимаемся всей семьей. Дополнилась семья там еще его внуками, которые тоже участвуют и в посадке, и в посадке в том числе дома семечки. То есть мы сажаем изначально дома. Здесь собираем шишки, дома просушиваем, протрухиваем. И вот люди сажают редиску, а мы сажаем не в хобби. Драконьеры больше спиливают к новому году. То есть в последнее время мы тут постоянно охраняем, дежурим. И как-то стало поменьше этих набегов. Хотя умудряются люди даже, ну, скажем так, в наглую. Видите, при нас, не стесняясь ничего, со словами, а ты докажи, что это не я. То есть даже видно, вот его следы, вот он ее тянул, вот он ее тут положил в машину. Он говорит, нет, это не я. Такие люди тоже встречаются, к сожалению, у нас. Таких, я думаю, много везде. Но, тем не менее, зачастую приезжают люди, которые, наоборот, радуются, восхищаются. Которые просто это все нравится. Два года назад приезжал дедушка. На вид, я не знаю, ему лет 70, может даже ближе к 80. К новому году искал себе елочку. Взял пилку, пошел искать. У нас, вот в чем преимущество перед, наверное, большинством. У нас люди сами приезжают, взяли, пошли гулять. Именно выбрали ту, которая им нравится, свежую. Ушел, а был морозец. Где-то минус 7, может чуть поменьше. Его не было часа 4, может даже 5. Естественно, один в лесу, зная, что это и дикие животные, и мороз. Я же побежал его искать. Тут и на машине ездил, кричал, и сигналил. Нету, и чисто случайно его там обнаружил. Он говорит, да я хожу, гуляю. Я просто только вот недавно выписался с больницы после инсульта. Дедушка, милый, вы меня так не пугайте. В итоге мы с ним пообщались. Он свои истории рассказал. Я ему помог выбрать елку, погрузили. Счастливый, довольный остался. Он говорит, я к вам приезжаю, прям наслаждаюсь. Разница между крымской и европейской сосной, что у крымской длинная, а у европейской она более короткая. Она более даже мягкая. Со временем, если европейскую неделю она постояла, у нее хвоя, в принципе, осыпается очень быстро. Крымская держится очень прочно и уверенно. Кто берет у нас на пересадку, там все зависит тоже от размера какой, кому нужен. Кто-то у нас хочет, мне, пожалуйста, готовое 6-метровое дерево, чтобы оно меня уже радовало. Мы, естественно, всех предупреждаем, что чем меньше сам саженец, тем больше вероятности, что он приживется. В основном, там особенности пересадки, именно у крымской сосны, у нее стержневой корень. То есть, обкапывается круг, формируется ком. Желательно, конечно, чтобы земля была что-то ближе даже между черноземом, что-то смешанное, даже чернозем-песок, чтобы ком держался, не разваливался. Обтягивается мешковиной, шпагатом. Там в зависимости от того, если куда-то далеко везти, есть даже специальная упаковочная сетка. Все это затягивается, формируется, грузится и везут радовать других людей, которым так же нравится, наверное, как и нам вся эта красота. Пожар. Горел соседний лес. Естественно, что нам в помощь ничего не было выделено. Спасались своими силами. Отец на тракторе. Я с электрическим опрыскивателем ранцевым. И бегали, отбивали, пытались отбить территорию. Благо, что удалось отбить. Люди останавливались, кто мог. И куртками тушили, пытались. И знакомые приезжали просто с канистрами бегали, поливали. То есть, кто отозвался, для кого это тоже было важным, остановились, помогли. И после всего этого к нам еще сюда перебежали выше, что явилось огромной проблемой, в принципе, для саженцев, которые они объедали на высоте примерно 10-15 сантиметров от земли, и дерево, собственно, погибало. Скажу честно, бизнес не особо прибыльный, но он больше для души. То есть, у нас очень многие приезжают просто даже, можно мы придем к вам погулять, подышать свежим воздухом, насладиться этой атмосферой в последнее время. И оптом продавать перестаем, так как все-таки растет дерево долго. Продавать масло. Самое. Ну, что-то, наверное, должно быть больше идет как ход. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok